Эй, друзья! Большой всем привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. 2022 год плавненько начинает радовать, потому что, ну изначально, да, у нас был Xiaomi 12 Pro с запотевающими камерами, небольшой такой конфуз, но после Realme GT2 и GT2 Pro, и это очень прикольные смартфоны, Pro GT2 я рассказывал на канале вот здесь, посмотрите обязательно, сумасшедший крутой смартфон за 34 тысячи рублей на Snapdragon 888, работающий, круто! А это еще одна новинка, причем она новинка еще 2021 года, но продается, естественно, в 2022. Это Motorola Edge X30, это первый смартфон на Snapdragon 8 Gen 1. И несмотря на то, что он первый на Snapdragon 8 Gen 1, он показывает очень хорошие результаты. Грубо говоря, его очень легко можно рекомендовать всем, кто интересуется смартфоном с точки зрения производительности, то есть для тех людей, кто занимается монтажем видео, да, такие есть люди на смартфон, для тех людей, кто любит играть, для тех людей, кому нужна реально производительная лошадка, и стоит, кстати, на Алиэкспрессе, этот смартфон сейчас в районе 38 тысяч рублей, а еще здесь экран 144 Гц, стереодинамики, пиолет и поддержка 1 миллиарда цветов, внутри практически голый 12-й Android от Pixel, и еще много всяких именно Moto Pлюшек. Да, и самое главное, этот смартфон из Китая, но вполне возможно он будет продаваться в России. Короче, друзья, хочу вам рассказать про телефон, которым без проблем можно будет пользоваться в ближайшие несколько лет, это Moto Edge X30. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог, погнали! Кстати, этот смартфон можно купить на Алиэкспрессе за 38 тысяч рублей. Где-то, как? Все очень просто. Есть телеграм-канал моего товарища, польза.нет, и там как раз-таки постятся самые вкусные предложения. Так что я внизу оставляю ссылку, переходите и подписывайтесь на телеграм-канал. Ну а если вы с Алиэкспресса не хотите ничего заказывать, при этом хотите купить Pixel 6 Pro, хотите приобрести Samsung на Snapdragon и другие смартфоны, обращайтесь к моим друзьям, это компания Цифрус. Также внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите, у них классные цены, доставка по всей России. Ну что, поставляется у нас все вот в такой коробке. Самое интересное из нее, это то, что здесь блок зарядки на 68 ватт. Производители в рекламе обещают, что смартфон будет заряжаться примерно за 30 с лишним минут. На самом деле, примерно минут 50, но все равно хорошо. Кстати, чтобы он заряжался быстрее, надо зайти в настройки батареи и активировать специальную опцию, типа зарядка быстрее. Также у нас есть вот такой простой силиконовый чехол, но его вам хватит. По дизайну Moto особенно сильно ничем не выделяется. Да, блок камер отличается по большому счету от всего остального, что было в 2021 году, и это хорошо. Сзади очень такая приятная крышка, она стеклянная. Вы видите, что она такого очень необычного цвета, тут и синий, и зеленый. По бокам у нас пластиковая рамка, спереди и сзади стекло. Это горелоглаз пятого поколения. Смартфон приятный, лежит в руке, 8,5 мм и 194 граммов веса. Главный косяк этого смартфона в том, что сканер отпечатка пальцев находится высоковато, а кнопка громкости находится еще выше, прямо вот здесь, на самом верху. Зачем так было сделано? Неизвестно. Очевидно, что у китайцев, а ведь этот смартфон в первую очередь предназначен для рынка Китая, не обладают такими пальцами, чтобы доставать до самого верха. Но это либо про счет инженеров из Motorola, либо я не знаю, зачем они запихнули это так высоко. Вообще, если честно говоря, ситуация у бренда Motorola сейчас очень странная. И я могу сказать, что, наверное, пару лет назад они немножко прямо вылетели из общего списка смартфонов, которые можно без проблем рекомендовать. Но сейчас вот с этим Moto Edge X30 и с другими, кстати, более простыми смартфонами 2022 года они возвращаются. Кстати, друзья, а с чем у вас ассоциируется Motorola? Я уверен, что большинство людей ассоциируется именно с раскладушкой Razer, которая была в каком-то там 2000... не помните, какой это год была? Но вспоминаешь о Razer и прямо тепло, да, на сердце. Прикольно. По экрану могу сказать, что это плоский экран, без каких-либо закруглений. Сверху у нас наклеена пленка, поддерживает отображение одного миллиарда цветов. Этот экран от компании LG. Называется он Piolet. Есть возможность использовать 120 Гц, есть возможность использовать 144 Гц. Есть опция, чтобы автоматический смартфон выбирал, какая герцовка у вас будет. Это не самый яркий экран. 500 нит яркости в обычном режиме и в автоматическом режиме 700 нит. Ну, по сравнению, например, с Samsung Galaxy S22, у которого яркость будет подниматься до 1750 нит, это, конечно же, маловато с одной стороны. С другой стороны, 700 яркости в целом хорошо. Так как это OLED-технология, то на солнце все будет отлично. По углам преломления я вот сейчас смотрю и понимаю, что все хорошо. Короче, к экрану, наверное, вопросов абсолютно никаких нет. Первые вопросы у меня к этому смартфону возникли еще до того, как я начал им пользоваться, потому что я увидел в других обзорах, что здесь внутри стоит голый Android 12, который выглядит ровно так же, как Pixel. И я такой, ничего себе, это интересно. Но оказалось, на самом деле, что это касается только меню настроек, потому что в остальном здесь сверху именно фирменная оболочка от Moto. И, честно говоря, изначально ты такой думаешь, какая-то это китайщина. То есть все иконки выглядят немножко не так, как мы привыкли. Есть куча китайских приложений, есть масса всяких разных настроек, которые относятся именно к Moto X. Об этом я расскажу чуть попозже. Но, честно говоря, попользовавшись какое-то время этим смартфоном, я понял, что на самом деле неплохо. Ну, во-первых, давайте так. Это китайский смартфон, поэтому здесь русского языка нет. Еще расскажу, что вроде как говорят, что в России он будет продаваться через какое-то время. Может быть, весной. И вроде как даже у него будет другое название. Что-то типа там 30 Pro. Здесь изначально нет Google сервисов, но их можно активировать. Просто зайдя в настройки, и у вас сразу появляется возможность закинуть сюда свой Google аккаунт, установить Play Market и без проблем пользоваться всеми приложениями, которыми вы обычно пользуетесь. То есть, по большому счету, от того, что это китайский смартфон, для нас важно только то, что здесь нет русского языка. Кстати, неинтересно. Друзья, а вот для кого-нибудь из вас это проблема, что нет русского языка? Что надо на английском пользоваться смартфоном? Напишите, пожалуйста. И еще одна вещь, которую нам нужно помнить, здесь нет поддержки 20-го бенда. Если вы живете в каких-то больших городах, в этом проблем никакой нет. Но если у вас город небольшой, может быть даже деревня, то тогда, возможно, у вас будут какие-то трудности со связью. Еще пару моментов по экрану. Во-первых, у него симметричная рамка, и сверху, и снизу все примерно одинаково. Но она достаточно большая, и в целом напоминает какие-то недорогие смартфоны серии А от компании Samsung. Причем даже не обязательно этого года, да, еще прошлых годов. И вот эта фронтальная камера, которая по центру находится, она тоже напоминает Samsung. Хотя здесь матрица от LG, напомню. Так как это технология OLED, здесь присутствует шим, но внутренняя система погашения шима, под названием DC-Dimming, работает достаточно неплохо. Об этом тоже нужно знать. У нас есть Always On Display, причем мне нравится он тем, что он отображает батарейку. И мне нравится, что на Always On Display есть такой круг, на котором видна зарядка. Мало того, когда ты подключаешь зарядное устройство, ты видишь, как у тебя смартфон заряжается. Это очень удобно. В основном у всех смартфонов отображается зарядка просто какой-то небольшой такой пентаграммой. Здесь прямо есть такой большой классный виджет. Да, кстати, совсем забыл сказать, ведь у нас есть еще одна кнопка. Она находится на другом торце, и ее можно использовать под другие приложения. То есть на нее можно назначить абсолютно любое приложение. Берете, зажимаете ее, она предлагает вам настроить, и дальше выбираете, что вам хочется. Например, камера, WhatsApp, Instagram, ну все, что захотите. Пару слов по поводу системы. Во-первых, здесь у нас стоит 12-й Android и фирменная надстройка от Motorola. По традиции всех смартфонов 2021-2022 года можно увеличить объем памяти. Здесь у меня 8-128, также есть 8-256 и 12-256. Так вот, я захожу в раздел «Система». Здесь есть раздел «Перформанс» и тут «Рамбуст». Именно здесь я могу добавить 3 гигабайта оперативной памяти. У Realme я могу добавить 3, 5 и 7, по-моему, но здесь только 3. В любом случае, хорошо. Уже получается 11 гигов памяти. Здесь же в разделе «Система» я могу включить Google сервисы. Если я покручу смартфоном, то у меня включается камера. Также ее можно просто взять и выключить таким образом. Также можно включать фонарик и все, что вы настроите. Когда вы устанавливаете приложение, есть такая очень прикольная анимация, которая сильно напоминает iPhone. Есть также своя анимация зарядки. По центру у нас висит виджет, в котором как раз отображается, что у вас, например, идет быстрая зарядка. К сожалению, нету Google ленты слева. Но, соответственно, если вы хотите ее использовать, вам тогда нужно будет находить какой-нибудь другой лаунчер. Например, Nova, Poco или еще какой-нибудь. Ну, а в специальной менюшке во время игр можно настраивать частоту отображения именно внутри игр. То есть можно использовать либо по умолчанию, либо выставлять прямо специально 60, 120 или 144. Поэтому, если вы играете в какие-нибудь игры, там типа Brawl Stars или Танк или еще что-то, можно смело выставлять максимальное число. Кстати, друзья, также есть специальная кнопка Touch Sensivity, которая увеличивает отклик тача. Короче, здесь есть прямо настройки именно под игры. Давайте об этом поговорим. Во-первых, могу сказать, что этот смартфон побеждает 99% других смартфонов, если говорить про тест Antutu. Он прямо об этом и пишет. И самое главное, что он не особенно нагревается. Особенно в Antutu. Смотрите. Первый прогон 971 тысяча, 33 градуса нагрев. Второй прогон 941 тысяча и 36 градусов нагрев. Третий погон 943 тысячи и 38 градусов. Обычно при третьем прогоне нагрев уже в районе 45 градусов. Я вам недавно рассказывал про Realme GT2, например. А здесь 38 градусов. Этот смартфон действительно особенно не греется. Здесь у компании Motorola есть внутри специальная система охлаждения. Блин, она работает. И что касается троттлинга, тоже в целом все хорошо. И даже несмотря на то, что во время троттлинга происходит просадка, этот смартфон настолько мощный, процессор настолько мощный, и графическое ядро GPU настолько мощное, что даже в самом низком значении он выдает более мощные результаты, чем предыдущие Snapdragon. Это очень крутой результат. Знаете, что из этого следует? Это следует, что этот смартфон будет жить в ближайшие 3-4 года абсолютно без проблем. Вы можете его использовать. Вы можете его сейчас купить, там, тысяч за 38 и пользоваться несколько лет. Да, наверное, камера устареет за это время, но смартфон будет работать очень хорошо. Да и вообще, я могу сказать, что по работе этого смартфона вопросов особенно никаких нет. Ты действительно пользуешься максимально топовым устройством. Да, у него сканер, пчатка пальцев находится неудобно, но он работает быстро. Разблокировка по лицу тоже работает. Да, кнопка громкости находится там, где ее совершенно не достать. В остальном смартфон работает, ну, не то что идеально, но практически идеально. Фризы и все остальное, нет, это осталось у каких-то других смартфонов. Здесь, в Moto, этого нет. Честно говоря, мне стало прямо интересно, если действительно он будет продаваться в России. Какая у него цена? И сейчас на Алиэкспрессе он стоит 38 тысяч. Как вы думаете, сколько он будет стоить в России? Напишите, пожалуйста, в комментариях свой вариант. Я думаю, что он должен 1050 точно стоить, хотя цена, конечно же, великовата. И помимо того, что система на этом смартфоне работает хорошо, вообще в общении с людьми никаких трудностей не было. Во-первых, здесь поддержка Wi-Fi с самого последнего поколения Wi-Fi 6E. Во-вторых, здесь у нас Bluetooth версии 5.2. Вроде как он даже поддерживает какие-то высококачественные кодеки. Я когда разговаривал с людьми, меня отлично слышно, и я тоже слышу всех очень хорошо. Напомню, кстати, что у нас здесь стоят стереодинамики. Правда, это такое стерео, когда снизу более громкие динамики. Поэтому, когда ты на смартфон смотришь вот так, то ты прямо чувствуешь, что с правой стороны громкость, басы и все остальное немножко более мощнее, чем на левой стороне. Но, как я уже говорил, если ты держишь руку вот так, то звук отражается и идет на тело. И уже вот эта разница между двумя сторонами немножко пропадает. Инфракрасного датчика здесь нет, но при этом есть NFC, и вы без проблем можете расплачиваться абсолютно в любых магазинах бесконтактным способом. А вот верхняя шторка очень напоминает некий симбиоз айфона и андроида. Не могу сказать, что это плохо или хорошо, вот просто она выглядит так. Вполне себе удобно на самом деле. Единственное, что мне не нравится, это когда ты делаешь свайп сверху вниз, у тебя опускается шторка, но не появляются уведомления. Мне-то в основном нужны уведомления, да? И поэтому, чтобы дойти до уведомлений, нужно делать свайп именно сам вверх. Мало того, еще и именно с правой стороны, потому что слева вылезать будет шторка. Я считаю, что это не очень удобно. И знаете, еще какая прикольная штука? По аккумулятору мне тоже здесь все нравится. Несмотря на то, что здесь топовый Snapdragon 8 Gen 1, этот смартфон выводит 5-6 часов работы экрана. Я считаю, что это хороший результат. Вот, например, вариант. У меня смартфон проработал один день 2 часа, осталось 4% и 5 часов 39 минут работы экрана. Это говорит о том, что смартфона вам будет хватать на день абсолютно без проблем. А если будете использовать в более пассивном режиме, вам должно хватить и на полтора дня тоже. Также у нас в комплекте есть зарядка на 65 Вт. Как я уже говорил, заряжается в районе 50 минут. Если активировать функцию быстрой зарядки, он будет заряжаться чуть быстрее. Но все равно где-то такие же цифры. Без проводных зарядок никаких нет. Все-таки это, ну как бы, не топовое, недорогое устройство. То есть это как бы флагман, но такое, на минималках. Ну и что касается камер, друзья. Основная камера у нас от компании OmniVision на 50 мегапикселей. Апертура 1.9. Также у нас широкоугольная камера от компании Samsung. Также на 50 мегапикселей. Еще есть заглушка небольшая. Ну там, не знаю, макро или для глубины резкости на 2 мегапикселя. От компании OmniVision. Ну а селфи-камера у нас на 60 мегапикселей. На основном модуле есть оптическая стабилизация. Что вообще можно сказать по поводу камеры? У нее ужасный интерфейс. Ну, точнее так, он очень непривычный. А из-за этого он становится автоматически ужасным. Он очень неудобный. С ним поначалу нужно разбираться и даже нужно подружиться. Иначе тебе просто будет супер некомфортно пользоваться камерой. С учетом того, что камера на самом деле дает нормальные результаты. Да, это не какие-то там невероятные Samsung, iPhone и все остальные. Но этот смартфон стоит там до 40 тысяч рублей. Он абсолютно оправдывает эту цену в плане своих фотовозможностей. Единственная вещь, которой на самом деле не хватает, это телевичок. Но, как я уже неоднократно рассказывал, телевички в этой ценовой категории отсутствуют. В принципе, они есть только у Samsung серии Galaxy S20 или S21 Fan Edition, либо Galaxy A72. Больше нету телевичков практически ни у кого. Realme GT, GT2, Xiaomi 11T, T-Pro. Здесь нету телевичков. Вы сейчас видите сравнение с другим телефоном. Еще расскажу, что мне кажется, что камера здесь работает хорошо. Кстати, напомню, что сюда можно накатить и Google камеру. А если вы не знаете, как это сделать, я вам настоятельно рекомендую заглянуть к нам в телеграм-канал. Ссылочка будет внизу. Мы там показываем вам, каким образом можно накатить Google камеру, а, соответственно, улучшить фотовозможности вашего смартфона. Так что переходите вниз по ссылке, пишите сообщение решеточка Gcam. Сразу появится меню из настроенных камер. Ну, а если там нету того, что вам нужно, напишите сообщением, типа, ребята, хочу получить Google камеру там для какого-то смартфона. И я надеюсь, что мы вам поможем. В целом, друзья, что по итогам вам могу сказать? Мне этот смартфон понравился. То есть он меня ежедневно практически во всем удовлетворял. В скорости работы, в скорости работы камеры, в скорости в работе аккумулятора, в нагреве, как он лежит в руке. По большому счету, ну, хорошая такая рабочая лошадка. Если вам нужен смартфон без какого-то выпендрежа, при этом который будет очень хорошо стоить, и, наверное, каждый вложенный рубль из 38 тысяч будет оправдывать себя, да, это не как Samsung Galaxy S22 Ultra за 120 тысяч рублей. 38 тысяч рублей на Алиэкспрессе. Да, это круто. Вот такая вот история, друзья. Надеюсь, что это видео оказалось вам полезным. Я, кстати, планирую сделать несколько видео по поводу Moto X30, фото и видео сравнения с другими смартфонами. Возможно, это будет Realme GT2. Может быть, сравним с Xiaomi, OnePlus или еще с чем-то. Все это совсем скоро будет на моем канале, так что не пропустите. Ну, а вам говорю огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, что оно было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Не болейтесь, счастливые. Пока.